Мы хотим показать долгожданный подарок, который улучшает качество оказания медицинской и хирургической помощи, предоставленную нам спонсорами. Это HD-монитор фирмы «Страйкер» Соединенные Штаты Америки и Full HD-камера «Шрек» производства Китай. В чем преимущество такого оборудования, в чем прелесть, легко объяснить, в бытовых условиях все знают разницу аналогового телевидения и цифрового. То же самое здесь. HD-сигнал позволяет более качественно оказывать помощь, более безопасно, в чем преимущество этого оборудования. И, конечно, немаловажно это сохранять зрение хирургам, хирургической бригаде. А самое главное, качественное изображение, это самая главная безопасность оперативного вмешательства с помощью этого оборудования. Поэтому мы очень рады такому подарку. Ну и надеемся, что сотрудничество будет продолжаться. Мы хотим развиваться технически и ждем помощи. Еще раз благодарим Владислава за оказыванную помощь и постараемся не подвести и работать с новыми силами. Спасибо большое. А какая стоимость такого оборудования? Это 4 тысячи долларов. Камера стоит 6 тысячи 300 долларов. А какое еще оборудование нужно в клинику? Нам много чего надо. Вообще мы хотим собрать еще одну лапароскопическую стойку, потому что количество оперативных вмешательств с помощью эндоскопической техники можно расширять. Так как количество оперативных делается больше, все отделения, которые осваивают методику лапароскопии, конечно, мы друг у друга уже стоим за спиной. И одной стойки лапароскопической нам недостаточно. Поэтому мы сейчас поставили цель собрать еще одну лапароскопическую стойку для того, чтобы делать большее количество оперативных, одновременно, и не мешать друг другу, и не задерживать больных в оказании помощи. Поэтому еще немножко, и у нас вторая стойка будет готова. Мы можем параллельно на двух столах работать и оказывать помощь. А у хирургов есть навыки работы с таким оборудованием? У нас в отделении из 13 хирургов 7 владеют. Это очень эндоскопическая техника, техника эндоскопических операций. Это первые хирурги. Первые хирурги тоже доктора обучены, это методики. Гинекологи используют лапароскопическую технику в лечении своих больных. Равматологи. Равматологи, нейрохирургии. У урологов очень широко используется лапароскопическая техника. В полостных операциях у урологов практически не осталось. А это операции, которые имеют все преимущества перед обычными. Это и качество послеоперационного периода, когда они болят травмы. Это сроки выздоровления. Это меньшая вероятность послеоперационных грыж, спаечной болезни. И в конце концов, что немаловажно для больных, эти операции им дешевле. Беньше тратить денег на лекарства и лечебному учреждению и больным. Поэтому будем развиваться дальше. Идет вперед, поэтому не все сейчас только зависит от умения. Конечно, это большая доля того, что врачи и профессионалы. Но технику нужно тоже подкупать, приобретать в больных. Действительно, и сокращает реабилитационные переводы больных. И действительно, это все уменьшает и стоимость, и время награждения здесь в палатках. Поэтому техниках нужно. Без техники сейчас наш современный компьютерный лекарь, так скажем, никуда не движешься, никуда не подвинишься. Ну, а самое главное, помогают не тем, кто лежит, и под которым вода не течет, а помогают тем, кто действительно своей работой показывает, что они умеют работать на этой технике и достойно работать на такой технике. Поэтому и выбор Владислава, наверное, со своими друзьями не случайно. Он неоднократно уже был у нашей больницы, он был в качестве пациента, в качестве гостя, в качестве лецената и в качестве друга. Поэтому сегодня, ну, такое, наверное, нельзя сказать закономерное, это слишком сухо для наших отношений. Это, ну, скажем так, итог длительного нашего знакомства, это итог той работы, которую делают доктора в отделении. И сегодня, я думаю, что это будет намного лучшим стимулом для работы и отношения к пациентам, чем выговора, поощрение в виде грамот и так далее. То есть работа на современном оборудовании стимулирует докторов намного больше.